Четверо военных ранены в ходе боевых действий. Сегодня боевики обстреливают украинские позиции в районе Новотошковского, а в районе Лебединского, Водяновой и Толоковки противник выпустил 52 снаряда 122-го калибра. Под Горловкой также не прекращаются стрелковые бои. Все подробности расскажет Геннадий Вивденко. Ситуация под Горловкой и Донецком остается напряженной. Противник зачастую использует технологические хитрости. А чтобы больше корости принести своей стране правильно и быть более полезным, поэтому приходится отбиваться. После плотного огня боевики используют пехотные группы на разных участках обороны Авдеевки. Они начинают выпускать провокацию, потом поднимаем тепловизор и смотрим, три тела такие на нас идут. Мы чуть-чуть подождали, подпустили их поближе, ударили, они развернулись и сразу убежали в обратное направление. То есть они пытаются лес обойти с разных сторон, чтобы понимать, как именно до нас добраться, нас взять, к нам зайти. Но опять-таки это безуспешно, потому что мы тоже не спим. Враг все чаще стал применять новые уловки. В частности, пытаются ослепить наших бойцов. По словам военных, двое уже пострадали. Двое уже пострадали. Двое сегодня не можно долго приборы. Это в бинокле, в ТР. В то же время под Горловкой продолжаются стрелковые бои. С вечера по позициям ВСУ стреляют из гранатометов. Ну и приходится их трошки за стрелковой зброей отлякать, чтобы не лезли дальше. Постально нужно не высовывать, потому что тут снайперы часто работают. Особенно вот бывает, как-то с ранком, чуть-чуть не всего. Деколька РПГ просто прилетела. Вместе с тем бойцы отмечают, давление противника на Горловском направлении несколько уменьшилось. После ответных операций. Они просто нас разносили в артиллерии. И чтобы они перестали по нам стрелять, применили БМП. Надо было два-три раза. С этих позиций не единожды украинские войска пробовали выбить тяжелой артиллерии. Попытки закончились ничем. Наши держатся стойко. Геннадий Вивденко, Дмитрий Раскольников, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Донецкой области.